Грядка Жириновского – ежегодный проект партии ЛДПР по раздаче наборов семян дачникам и садоводам. Каждый житель Рязанской области может получить их бесплатно. В один набор входят семена моркови, огурцов, редиса, петрушки, укропа и свеклы. На обратной стороне упаковки расположен посевной календарь. Акция проходит с 5 апреля до конца месяца во всех трех приемных ЛДПР в Рязани. Это главная штаб-квартира на вокзальной 11, где находится приемная депутата Государственной думы Александра Шерина. Также упаковки семян можно получить по адресу Октябрьская, дом 13 и на улице Политаева, дом 29А. Можно семена будет получать в области, там, где действует приемный ЛДПР. И там, где мы в течение всего месяца будем ездить агит-поездами, агит-автобусами для распространения этих семян. Мы будем заранее давать объявление, в какой населенный пункт, в какой район движемся. Обязательно следить за социальными сетями. Вы также сможете получать семена и в области населенных пунктов. Хороший урожай, семена проверены, стандартизированы, имеют все сертификаты. И именно поэтому они пользуются популярностью. И поэтому спрашивают про них люди, что они уже дали хороший урожай, не один, не два, не три года, уже много лет. Инициатива лидера партии Владимира Жириновского по распространению таких подарков широко поддерживает общественность. Некоторые рязанцы поделились опытом прошлых лет по выращиванию семян от ЛДПР. Сто процентов всхожесть. Редиски была, мать мусия, петрушка. Полным-полно было. Укропа было полно. Не столько это, прям так сказать, ну материально, но морально очень. Приятно, что не забывают огородников. Пожилые граждане, все, кому я говорила, они все будут рады получить вот этот такой подарок. ЛДПР позиционирует себя как народная партия, стараясь обращать внимание на различные сферы жизни граждан. Каждый четверг с трех часов дня до шести вечера депутат городской думы ведет прием граждан. В ЛДПР выделили три основных проблемы, которые сейчас беспокоят горожан. Плохая работа системы ЖКХ. То есть у одних заливает, у других крышу сняли и ушли. У третьих излишне начисляет коммунальную плату. То есть действительно бывает, что отключают на два, на три дня что-то воду, а потом люди видят, что полностью взята оплата. Очень часто люди просят по поводу связанной так линии с медициной. То есть бывает, что нет возможности инвалидам получить положенные лекарства, потому что не произвели закупки, что-то еще. Бывает, что люди обращаются по необоснованному отказу в присвоении инвалидности. И третий вопрос в основном это с детскими садами, со школами. К сожалению, детских садов и школ в Рязани по-прежнему не хватает. Любой гражданин может в произвольной форме изложить свою проблему на бумаге и отнести ее в будний день в отделение партии, расположенное поблизости. Документ зарегистрирует и начнется работа. Так, проблемы с переводом в другое учебное заведение, расположенное ближе к дому, решаются в половине обращений. Споры с ЖКХ почти всегда разрешаются в пользу людей. К тому же сейчас из-за пандемии гражданам приходится устанавливать свою инвалидность удаленно, что весьма проблематично. Однако и с этим в партии помогли уже многим людям. Представители ЛДПР настроены на то, чтобы защитить людей и дать им веру в лучшее будущее. Возвращаясь к акции грядка Жириновского, которая сейчас проходит, стоит сказать, что представители партии доставят семена во все районы области. Узнать о том, когда приедет автопоезд ЛДПР и о графике работы отделений можно по телефону. Три семерки 306, три семерки 305, три семерки 304. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».